Вот почему нет драйва, да, как у попсовики? Попсовики не хитростью так нытьем возьмут, да? А у вас есть и соло-гитара играет, и в то же время она не требует ничего от тебя, да? Не мешает, как говорят, вам плескаться в водах океана, да? Вот почему так? Я считаю все-таки, что чтобы не было переполоха наших душ, мы не должны суетиться. Вот пример из моей жизни. Свою первую песню я написала, самая моя первая песня, которую я сделала аранжировку. Первая ее версия называлась «Нагрешница». Сегодня она прозвучит, и будет клип показан на чужом перу. Песню-то я написать написала, а не могла понять, как она будет востребована. То есть это было впервые для меня, ново. У меня есть свой духовник, отец Александр. И так получилось, что я вот только забрала из студии запись, иду с плеером, и на остановке стоит отец Александр. А он в курсе того, что я писала стихи, то есть он даже предлагал мне когда-то их отредактировать для моего сборника. А то, что я песни стала писать, он как бы еще, ну, как бы был не просвещен в этом. Я подошла к нему, говорю, отец Александр, написала песню «Грешница», не знаю, «Послушайте». Он надевает наушники, слушает. То есть, естественно, он в одеянии священнослужителя. Люди на нас так смотрят все странно, потому что батюшка в наушниках. Я стою, а у меня почему-то ни с того ни с сего застучало так сердце. Думаю, боже мой, я же батюшке дала песню «Грешница». Думаю, как вот со стороны церкви это как бы осмысливание произойдет, этой песни, именно темы этой. Батюшка снял наушники и говорит, благословляю, пой, но не суетись, не суетись. Делай все размеренно, начинай с малого. Так вот, чтобы наши души не знали переполоха, чтобы мы не суетились, тогда у нас будет все с миром и с любовью, и мы будем достигать творческих и других жизненных успехов. А у нас переполох, звонок. Переполох. Опять есть звоночек. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, добрый вечер. Меня зовут Светлана. Добрый вечер, Анатолий. Смотрю вашу вот программу. Какую вы сегодня гостю вы замечательную пригласили. Спасибо большое. Я как-то вот слышала, а вот сейчас вот непосредственно смотрю, очень приятно во всех отношениях человек. Действительно, у таких бы людей побольше. И такие у вас тексты, прямо вот не могу даже дрожь в голосах. На самом деле, настолько пробирает, господи, такие бы побольше людей. Дай бог, дай бог, дай бог вам. И очень мне нравится ваша песня «Богомолица». Спасибо, мама. «Богомолица» это просто какое-то действительно. Я прямо вот слушаю, меня прямо невозможно даже. Ой, вы не исполните в этом эфире сегодня, нет богомолица? Нет, сегодня не будет, спасибо, мама, нет. Я не взяла. Видите, вот не взяла, говорит, с собой сегодня в чемодан не положила богомолицу. Но поверим на слово. Вы-то смотрели, а мы послушаем тоже где-нибудь, найдем в интернете, наверное, да? Встретимся в раю, может быть, альтернатива. Что там? Встретимся в раю у меня будет сейчас клип. Ну давайте мы встретимся в раю посмотрим. Давайте встретимся в раю. Давай с тобою встретимся в раю. Субтитры сделал DimaTorzok Я жду тебя, любимый мой родной. Здесь нет измен, нет суеты и лести. Здесь будем вечно мы с тобой. Конца любви здесь нет и жизни песни. Сколько не будет счастье земное кружить. Сколько не будет биться обренные скалы. Вечно в раю любви только жить. Ведь на земле она так быстротечна, и так ее мало. Ведь на земле она так быстротечна, и так ее мало. Давай с тобою встретимся в раю. Ведь на земле, быть может, не успеем. Я душу подарю тебе свою. Я душу подарю тебе свою. Единым целым быть с тобой сумеем. Сколько не будет счастье земное кружить. Сколько не будет биться обренные скалы. Вечно в раю любви только жить. Ведь на земле она так быстротечна, и так ее мало. Ведь на земле она так быстротечна, и так ее мало. Сколько не будет счастье земное кружить. Сколько не будет биться обренные скалы. Вечно в раю любви только жить. Ведь на земле она так быстротечна, и так ее мало. Вид на земле она так быстротечна, и так ее мало. Ведь на земле она так быстротечна, и так ее мало. Встретимся в раю любви. Вот есть такая, ну не поговорка, строчка из песни. Но песня «Строить и жить помогает». Вот вам песня, песня помогает жить? Ну, вы же ездите по всем. Не на американские же миссионерские деньги. Вы же должны как-то что-то есть, что-то пить. Ой, пока что она очень туговато помогает. Но я все-таки надеюсь, что в будущем все-таки... Но там же, смотрите, на нашем видео концертные площадки есть. Есть. То есть вы ездите, работаете. Это вот Женя, ваш продюсер, он хлопочет про работу? Или вы списываетесь там через контакт и говорите, ой, что там у вас? А, тусовка какая-то, ну я приеду. Женя работает, но пока еще... Пока, конечно, с деньгами у меня все доходы уходят на аранжировку. То есть я как... Извините, у меня вот есть такие стихи, я, может, сейчас прочитаю. Я музыку ваяю во стихи, земное в этом мне предназначение, Соединить два русла у реки в единое звучащее течение. И я за них, как любящая мать двух близнецов, взрастая с колыбели, Готова свято жизни долю отдавать, чтобы сердца и струны душ задели. Получается, что я не только отдаю часть души, но и большую часть своих каких-то доходов, чтобы новых детей выпускать в свет. Потому что сейчас написано мной около 300 песен. Они все стоят в очереди, их же нужно пристроить. Правильно. А вот как вы и находитесь? Вот есть же какие-то фестивали именно вашей, вашего жанра, да? Так-то вы ездите, так-то вы ездите, я смотрю там, ну, я слежу иногда, прежде чем приглашать кого-то в гости. Я отслеживаю, да, и вижу, вы часто ездите, где тусуют, ну, не тусуются, но проводят свои встречи. Там вот мои знакомые ребята, там Денис Стрельцов, там Зиновий Бельский, потом еще, еще, еще сейчас кто-то писал, прямо там, ой, сейчас забыл кто-то из... Стольный, Стольный, наверное. Стольный? Андрюха, да. Вова, Вова, Вова Стольный, да, Вова Стольный. Вот тот тоже, да? Володя же был, он должен был быть врачом, а вот сюда потянул на эту стезю песенную. Да, мы не раз с ним встречались. И вот я смотрел, вы туда приезжаете, и там явно ваши песни, они не по духу, они выделяются совершенно другой чистотой. Выделяются, да. У них есть, что там скрывать, у них есть и такая лирика, такая страдальческая лирика неудачников, да, песни неудачников, то есть, «Украл, выпил в тюрьму», «Украл, выпил в тюрьму», да, и об этом песня есть. И вот они, что там греха таить, они встречаются и поют такие эти песни, для чего-то там фестиваля это кому-то, может, это кому-то нужно. Вот, я смотрю, думаю, ну, она-то еще туда приезжает, ей-то зачем среди таких, ведь вы народное тело. То есть, получается так, что вы как будто казачок засланный, чтобы переубедить людей пойти другим путем, да? Наверное, так и получается, казачок засланный. Вот что-то тут мы с вами разговаривали про конвой. Да, про конвой, да. У меня есть песни «Легендарный северный конвой». Я уже говорила, что я посвятила своему дедушке, который погиб во время войны, но до того он работал переводчиком, вот именно на этих кораблях, которые стояли в Архангельске. Ну, наверное, все знают, что такое ленд-лис. Ленд-лис — это наша страна, вернее, не наша страна, страна-союзница поставляла нам грузы, продовольствие и технику. И единственный был путь, это был путь, который ввел в город Архангельск. Архангельск, город Архангельск, то есть мост Арктики. Шли корабли конвоируемые, а эти корабли охраняли. Ну, кто мог охранять в то время? Тот, кто остался в городе, тот, кто не мог по возрасту по своему уйти на фронт. Это были молодые ребята, фактически молодые ребята. То есть совершенно еще юные. И они служили живой мишенью просто-напросто. То есть шли корабли в условиях сурового севера под обстрелом мощным фашистских снайперов. И вот эту песню я посвятила именно нашим северным морячкам, молодым. С этой песней у меня связано еще то, что, во-первых, ее демонстрировали, эту песню, клип на телеканале «Звезда». А делом культуры города Северодвинска этот моя песня и клип был внесен в общий фильм о конвоях. А также я получила лауреата за эту песню на городской фестиваль «Киномания». Я получила степень лауреата именно за этот клип, за эту песню «Легендарный северный конвой». Правда, немножко у меня неприятный осадок от этой песни тоже. Бывает такое, случается. Совсем недавно я узнала, что у меня ее украли. Вот еще такое бывает. Украли в городе Архангельске один из культурных центров. Изменили совершенно мою песню. Написали новый «Минус». Спели «Патриоты России» так называемая, группа называется. И пели ее на всех концертных площадках города. Изменили даже название. Просто «Северный конвой». Автор неизвестен. То есть я еще при жизни стала неизвестна. Это, конечно, хорошо. Но, честно говоря, я хотела эту песню вынести на этот фестиваль, который был. Но вы знаете, кому к горлу подходит, не смогла спеть ее. И до сих пор пока... Понимаете, все-таки Рао должно каким-то образом нас, авторов-исполнителей, все-таки оберегать. Чтобы мы не тратили силы, чтобы мы не доказывали, что это мы авторы. Ну, так а вы состоите в Рао? Конечно. А как же? А как же? Конечно, да. Можете, сейчас же у вас уже есть... Сейчас статья есть. Можно же на любую телефонную трубочку засвидетельствовать. Ну, самое интересное, да. Все засвидетельствовано, все в интернете, все снято. Как написано «Северина» сначала, а потом... Они не знали, кто автор. Весь интернет пестрит легендарным северным конвоем. Весь. Вот такой вот случай был. И получается, я когда позвонила в Рао, мне сказали, что вы единственный автор, который настаивает на том, чтобы довести дело до конца. Потому что в основном они просто-напросто бросают это дело. То есть не хватает. Люди творческие, им не хватает, видимо, ни сил, наверное. Но тут уже как бы вопрос чести. Ну, Бог накажет, Бог не фраер. Бог не фраер, да. А вот есть эта песня у нас сегодня? Да, все-таки патриотами не становится, ими рождаются. Патриоты России, это вам.